привет сегодня у нас пятый день марафона тюнингу из изгуар и как-то уже грустно что второй сезон подходит концу я очень надеюсь что прям сразу начнется третий сезон если вы тоже то лайк классно собираться здесь каждый день каждый день красится так ярко я уже нанесла подготовительный этап давайте же включаем сюда гуар и будем повторять всем привет сегодня пятый день марафона тюнингу изгуар и мы начинаем первый это спрей он мне помогает проснуться пошла база убираем синяки кстати в армении сегодня пасха хотя сегодня воскресенье я знаю что многих праздник ягуар поздравила с паской армян у меня в основном украинская и российская аудитория я вас поздравляю с вербным воскресенье если вы православные в любом случае желаю вам хорошего дня понедельник сегодня или воскресенье я знаю что в понедельник вы скорее всего будете смотреть это видео тогда хороший начало начала хорошего недели в любом случае пусть все будет хорошо я очень вам желаю посылаю пути добра через экран поэтому я поздравляю всех кто празднует сегодня во всем мире пасху с этим светлым праздником пасху пусть в вашем видео начинать мир гармония и любовь оформляем бровки нарисовала брови теперь смягчаю консилер если получится он так высох хайлайтер пудру тоже сделаю болею классные песни ребят и она контура чтоб нос меньше стал лицо готово теперь мы переходим к глазам пока мы сейчас будем смотреть задание гуар я думаю что я смешаю вот эти два оттенка бордовый и розовый чтобы в конце мы добились идеального цвета подложки я начну со слизистой использую темно-коричневый карандаш ребят то же самое проделаем по ресничному контур нанесли растушевали и по верхнему веку тоже поля в качестве подложки я использую помаду такого красивого оттенка на мальчику бордовый от ли это помада для губ можете взять тени кремовые тушу и и и и И снизить. Давайте повторим чуть-чуть. Только не переворчите, это будет похоже на панду. Кстати, помада высыхает, она стойкая, поэтому у кого нет тени, можете так оставить. Но, конечно, лучше закрепить тенями для супер насыщенного результата. Пыльно-розовый оттенок. Я пущу в складочку. Внутренние уголки глаз высыплю хайлайтером. Такой вот красно-красноватый оттенок на центр века. И потом он чуть-чуть розовее добавит. Так, смешиваю с более розовым. Вот изначально я загадала вот такой оттенок по розовее, просто у меня нет его ни в одной палетке, поэтому пришлось добиться путем смешивания. Такой вот, похоже на цвет подложки. Кстати, карандаш я взяла не черный, а такой вот коричнево-бордовый. Немножко черный, ребят, но, пожалуйста, не перебарщивайте им, потому что будет очень темно. Чуть-чуть. Пыльно-розовый карандаш для вулк. Посадили реснички. Ребят, сегодня у нас в гостях Эльза. Эльза пришла к нам в гости. Правда, она чуть-чуть. Чуть белее, да. Жду ваша работа. Эльза. Да, это я. Я уверена, ты слышишь. Слышу. Город о тебе тверди. Да, все говорят в нашем марафоне. Тебе выжила. Мы должны быть сильными. Мы сильные. Я знаю боль внутри. Позволь войти. Выходи. Теперь настолько двое. Думаю, что этого количества вполне достаточно на два глаза. Поехали. Растушевывать я возьму пушистую кисть и бежевые тени. Теперь беру темно-коричневый карандаш и буду обводить слизистую и прорисую ресничный контур. Наношу более бордовый оттенок с сиянием небольшим. Угуар прям сияет глаза. Теперь беру сияющие персиковые, потому что прям таких розовых, как права, угуар у меня нет. Я беру максимально похожие. Затемню уголки, самые темные, которые у меня есть. Вот все, кто, как и я, раньше боялись темных теней, я их даже избегала. Вот вы посмотрите, какая большая разница до того, как я нанесла вот эти темные тени. Сейчас смотрится макияж намного органичнее, чем было до, несмотря на яркие цвета в тенях. Я хочу сказать, что чем не красится совсем, чем красится так, чтобы бояться каких-то темных цветов. Беревый карандаш. Прям очень нравится сегодняшний макияж. Как вам кажется, получилось у меня макияж Эльзы? Жду вас в комментариях и проголосуйте лайком. Желаю вам хорошего дня. Всего вам самого лучшего. И до встречи завтра. Субтитры подогнал «Симон»!